Как же приятно получать подарки, особенно когда они желанные. У богатого ребёнка всегда самые лучшие гаджеты. Чего не скажешь о малышке Лори. Ауч, что это было? Она не родилась золотой ложкой во рту. Но кажется, это совсем ей не мешает. Подключим фантазию и немного терпения. Опля, картонный смартфон готов. Похоже, что Кристи лишилась молочного зуба. Уж она-то знает, что это хороший способ разбогатеть. Нужно только загадать желание. И зубная фея обязательно щедро наградится. Доброе утро, Соня. Вот так сюрприз. У богатого ребёнка даже зубная фея богатая. Сколько же вкусняшек я смогу на них купить. А что там под подушкой? Ого, золотые слитки. Да здравствует лакшери жизнь. У бедного ребёнка тоже выпадают молочные зубы. О-оу, ну надо же. Погодите, отличная новость. Попрошу зубную фею озолотить меня. Главное, желать искренне. Не терпится проснуться богатой. Самое время проверить щедрость зубной феи. Вау, сработало. Да это же золотая жила. Кажется, кто-то вошёл во вкус. Ну же, давай. Не вышло. Ну и ладно. Нужно уметь радоваться тому, что есть. Хороший денёк для игр на свежем воздухе. Кристи просто обожает спортивные машинки. А вот и мой папочка. Ах, какой мимимишный момент. Дочка, пора тебе выйти на новый уровень. Вот это да. У богатой малышки появился собственный автомобиль. Я просто не верю своему счастью. Но разве детям можно водить машину? Спокойствие. У папы всё под контролем. Она на пульте управления. Юху, как же весело. Вот так. И можешь ни о чём не беспокоиться, детка. А Лори тоже не прочь прокатиться с ветерком. Эй, смотри, куда идёшь. Нужно быть внимательнее на дороге. Но у бедного ребёнка нет даже игрушечной машинки. Зато есть много картона. Упс. Руль совсем расклеился. Оу, кажется, в чью-то светлую голову пришла идея. Всё готово. Можно заводить. Вперёд, навстречу приключениям. Ой, да тут настоящее ДТП. Мисс, вы только что врезались в меня. Вообще-то, это вы слишком резко затормозили. Пропустите же меня. Что ж, как скажете. Проезжайте. Да уж, такое я вижу впервые. В доме богатого ребёнка чего только нет. Например, личный парк развлечений. Можно днями напролёт плескаться в бассейне из шариков. Взбираться на самые высокие преграды. Аж дубы захватывают. И рассекать пространство на скорости. Сколько душе угодно. Настало время дайвинга. Веселье, да и только. Никогда не надоест. А самое любимое развлечение Кристи – это, конечно же, батут. У бедного ребёнка батутом служит кровать. А что, это тоже очень весело. О-оу, кажется, у нас проблемы. Соседям это не понравится. Эй, кто-нибудь, вытащите меня отсюда. Катание с горки в бюджетном стиле. Проще простого. Для этого вполне сойдёт и лестница. А для скольжения добавим любимый картон. И что бы я без него делала? О-оу, ощущения не самые приятные. Но работает же. И вишенка на торте – бассейн из рулонов туалетной бумаги. Какая же я выдумщица. У богатого ребёнка самые модные игрушки в школе. А можно и мне попробовать? Даже не думай, Лори. Ну а для красавчика Эвальда у меня найдётся одна. Так и быть, могу дать тебе эту. С ума сойти. Просто верх инженерной мысли. Это так несправедливо. Ну ничего, я знаю, что делать. Подвинься, Кристи. А вот и моя игрушка. И где ты её нашла? Выглядит подозрительно. Вот так-то бедный ребёнок тоже может быть в тренде. Вау! Похоже, что даже самый главный эксперт не заметил подвоха. Эй, и откуда здесь столько воды? Да это же настоящий потоп. Что? А где шланг от стиральной машинки? Лори! Уроки бывают такими скучными. Домашняя работа совсем не хочет выполняться. Знакома? Но когда ты богатый ребёнок, тебе придёт на помощь сама Билли Айлиш. Знаешь, кто это? Бенджамин Франклин. Записывай, Кристи. Это нужно знать каждому. Сейчас посмотрим, что вы проходите. Оу, ну уж нет. Лучше я расскажу своими словами. И как же всё-таки здорово, когда твой кумир объясняет тебе математику. Одноклассники обзавидуются. Мы с тобой отличная команда. Обращайся. Одну минутку. Я кое-что забыла. Увидимся. Но бедному ребёнку нужно только мечтать о встрече со звездой. Да ещё и двойка за тест. Где в этом мире справедливость? Ну почему мне так не везёт? Извините, мисс. Вы не могли бы подвинуться? Конечно, мистер. Эй, дитя. Почему ты такая грустная? Я совсем не понимаю, как решить задание в тексте. Похоже, быть двоечницей – это моя судьба. Дай-ка взглянуть. Оу. Мистер Лэйс может тебе помочь. А это вместо маркера. Ты готова? Урок правописания от уличного бродяги? Почему нет? Особенно, если нет денег на репетитора. Похоже, малышка допустила ошибку в слове. Как же так, юная леди? Сейчас мы всё исправим. Вот так? Совсем другое дело. Упс. А я и не заметила. Хорошо, мистер Лэй. Я это запомню. А теперь урок математики на яблочных огрызках. Давай-ка решим эту задачку, Лори. Надо подумать. Пять плюс три – получается восемь. И это правильный ответ, умница. А теперь я покажу тебе уличную магию. Ну надо же. Я обожаю фокусы. Больше всего на свете. Смотри внимательно. Фокус с исчезновением. Абра-кадабра. Похоже, бедняга устал быть в роли учителя. Когда у богатого ребёнка день рождения, то его ждут самые вкусные и изысканные сладости. Торт из киндеров. Мой любимый. Не терпится попробовать. О-оу. Даже не знаю, как так вышло. Всё было как в тумане. Ох, похоже, я объелась. На этой сладкой ноте можно и отдохнуть. А именинный торт бедного ребёнка тоже из яиц. Но не шоколадных, а обычных. Ням-ням. С чего бы начать? Ой, кажется, оно совсем сырое. Как такое возможно? Ах, точно. Я же забыла их сварить. Совсем вылетело из головы. Да что же это? Сегодня явно не мой день. Головоломки тоже могут быть роскошными. Похоже, что Кристи совсем не даётся этот золотой пазл. А эта деталь откуда? О нет, ничего не получается. Вот так. Фух. Нужна помощь взрослых. У богатого ребёнка целая свита помощников. Что такое, детка? Ты хочешь, чтобы я собрала этот пазл? Без проблем. Это очень сложно, ведь все детали золотые. Что ж, задачка не из лёгких. Но мы справимся. Попробуем эту деталь поставить сюда. А вот эту мы добавим туда. Хм? Что-то тут не так. Нам нужно заручиться поддержкой. А вот и горничная. Очень кстати. Не волнуйся, малышка. Мы обязательно его соберём. Чем могу помочь, мэм? Оу. Вы это серьёзно? Это точно не ко мне. Может быть, охранник с этим справится? Вы звали меня, леди? Ты тот, кто нам нужен. Помоги нам собрать этот пазл. Мы так устали, просто сил нет. Вы обратились как раз по адресу. Вуаля, готово. Всего-то пару часов сборки. Вау. Охранника по праву нужно занести в книгу рекордов Гиннесса. А у Лори нарисовалась головоломка ничуть не легче. Нужно срочно склеить этот доллар. Только бы всё получилось. Глаза боятся, а руки делают. Кажется, так говорят. Остался последний кусочек. Вот так. А для надёжности заклеим сверху. Да уж, у бедных свои причуды. Какая чудесная горка. Остановитесь, мисс. Это небезопасно. Ну вот. Как же мне надоели эти правила. Мисс Кристи, немедленно слезайте. Иначе я расскажу вашим родителям. Придётся играть здесь. А что? Качели я тоже люблю. Но похоже, эти двое не оставят малышку в покое. Безопасность превыше всего. Остановитесь, юная леди. Вам нельзя кататься на качелях, вы можете упасть. Ох, это опять вы. Остаётся играть на лавочке в полном одиночестве. Даже золотые игрушки совсем не радуют. Оу. Да это же Лори. По счастливой случайности, она тоже оказалась на этой площадке. Вы хотите, чтобы мы её выгнали, мисс? Нет, ни в коем случае. Я хочу играть вместе с ней. Бедняжка ничего не подозревает. Эй! Привет, Лори. Будешь со мной играть? Бедная малышка никогда не видела таких игрушек. Оу, а это тебе. Я сама его сделала. Подумать только. Бинокль совсем как настоящий. И правда, какая разница, бедный ты или богатый. Дружба объединяет всех. Понравилось наше новое видео? А чьи игры тебе понравились больше? Бедного или богатого ребёнка? Напиши нам об этом в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про богатых и бедных на канале Трум Трум Селект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok